доброго времени суток youtube уважаемое видео сообщества моего канала нашего канала вы часто заходите на мой канал я даже как-то делал разголосовал к о том что какие видео вы хотели бы видеть больше на канале чисто психологические какие-то социальные и так далее и тому подобное социальных видео хотите увидеть больше экшена хотите ну понятно все привыкли хорошо значит сегодня у меня будет пускай назовем условно говоря экшен неважно то что изображено на экране но смысл очень простой всего это расскажу маленькую предысторию сегодня идем я после работы у меня записано новое видео для вас уважаемые видео слушатели значит сегодня вечером я хотел выложить и тем не менее придя домой я решил записать еще одно видео спонтанно несколько ему не спонтанно вот пока шел домой идея этого видео общем то пришла мне в голову потому что она болела я шел с работы и заглянул к своим друзьям время было послеобеденная значит видео у меня было записано шел довольный проделанной работой никаких мыслей ничего нет не предвещало видео обязательно сегодня появится исключительно психологическая но посмотрим там много видео записано интересных но тем не менее зашел своим друзьям коллегам девушки и молодому человеку молодая семья у них двое детей относительно взрослые дети евгений наталья значит евгений очень неплохой инженер электронщик программист и так далее так далее так далее а наталья она психолог на кое почве мы собственно и сдружились ну понятно там и родственные связи присутствуют отдаленные этим и профессиональная тема даком присутствует интересно нам общаться но и сидят они пригласили зашел сначала давайте чай побьем потом давайте покушаем картошка рыба наталья замечательно готовит тут же она значит пожарила рыбы пожарила картошки сидим разговариваем включили телевизор включили там какой-то 4 канал цифра 4 у меня вы знаете телевизора дома нет четвертый канал цифра 4 перевернутая на канале и значит виктор вещает о инвестициях красочно молодой человек рассказывает лет 30 рассказывает о том куда надо инвестировать какое-то замечательное интересное занятие насколько это здорово как это позволяет не сохранить но и приумножить любой капитал будь то там индивидуальный какой-то семейный до заработать на какие-то необходимые вещи и так далее рассказывает очень красочно интересно действительно это все сопровождается некой таинственностью я бы даже сказал трансцендентностью непонятностью для простых людей значит все это дело интересно все это действительно послушать термины новые какие-то узнать и вот он значит рассказывает о паевых инвестиционных фондах рынке форекс этот молодой человек фондовой бирже об акциях значит о том как это осуществляется на уровне государства поддержка приглашает заходить что рассказывает что пенсии не будет значит каждый будет сам течение жизни гражданина российской федерации формировать свой инвестиционный портфель и собственно выходя на пенсию будет на все это жить замечательно красочно представьте такую ситуацию то есть какую-нибудь бабушку дедушку которую инвестировали всю жизнь и значит покупали акции и сейчас найти акции там пачку долларов не на счету условно говоря или каких-то там пифах еще что-то еще что-то хорошо если они умеют на компьютере кнопки нажимать включать этот компьютер дай бог чтобы они могли разобраться в системе допустим сайтов да то есть госуслуги тот же сайт сейчас все через него идет и так далее но тут он предлагается значит инвестировать возрастным людям ну пускай возьмем пример невозрастных людей но так скажем людей в возрасте 30 40 лет относительно молодых не старых людей которым предлагается сейчас на данный момент то есть не хранить деньги под подушкой а инвестировать куда-то сложную общем-то достаточный но интересный процесс еще раз повторюсь он сопровождается массой интересных знаний каких-то там информации и так далее так далее так далее так далее но надо господа хорошие понимать что для того чтобы заниматься подобной деятельностью надо быть находиться на уровне профессор как минимум потому что понимать надо то что существует казино казино всегда выиграют она всегда в плюсе отнимаем деньги у людей зашедших в это казино а тут мы играем значит на деньги с государством тем более с российским государством одним из самых интересных воровском плане государств налоги платим бешено и так далее там подобные вещи много в этом можно дискутировать что собственно я и делаю с людьми этим занимающимся но бывает и бывают и такие люди в моей жизни то есть есть знакомые есть коллеги кто в этом разбирается и действительно люди уровня профессора должны быть чтобы этим всем управлять грамотно инвестировать в пифы там вкладываться в омс обезличенные металлические счета инвестиционные боевые фонды в монеты покупать часть денег инвестировать в доллары часть денег в евро знать когда это надо продавать когда это надо покупать и так далее так далее так далее этим надо жить но ты в генеон инженер электронщик а наталья она психолог надо понимать что это играть в азартные игры с государством у нас российской федерации нельзя ни в коем случае деньги будут от не на будут от нее их отнимут тем или иным способом то есть в любом случае даже от вложив из этой передачи мы поняли что в конечном итоге даже простой вклад сбербанке там еще где-то неважно где в каком-то фонде ли там звери или там в банке любом это все сейчас будет облагаться налогами то есть человек работал заработал аначе заплатил налоги вот он держит в руках поднесу этот банк условно говоря или какой-то фонд значит диверсифицирует вкладывать часть в доллар и часть евро замечательные все и хорошо в конечном итоге все деньги будут отняты брать какие-то микрозаймы микрокредиты это могила прямом смысле этого слова могила в ночи которую вы сами себе копаете могила не в ночи а подсвеченная фонариками это могила от государства любая инвестиция деньги должны давать вам а не вы должны давать какому-то дяде или тете надо понимать что существуют сотни и тысячи молодых сильных здоровых уверенных себе мужчин и женщин которые живут только только тем что пытаются отнять у вас деньги то есть всегда на таком поприще кто-то выигрывает кто-то проигрывает выиграть можно но до какой-то степени и в любом случае в конечном итоге все заработанные вами деньги которые вы вот держите в руках значит нужен они будут у вас украдены нашим государством значит держать деньги в руках легко и приятно хранить их под подушкой тоже приятно я не знаю выхода из этой ситуации я не специалист этих вопросов но я знаю психологии людей я понимаю то что это все развод на бабки на деньги что это воровство нашего государства в виде вот этих всех инструментов которые я уже перечислил или же даже просто по налогообложению вас все равно разденут обманут и так далее как это происходит за границей я был за границей пару раз я не знаю и не ведаю может быть там более либеральная система и так далее и тому подобное в российской же реальности в россии в российской действительности любая передача денег кому-либо в самые прекрасные графики диаграммы в денежное дерево пифы инвестиционные фонды ммм и так далее это просто-напросто вы отдаёте свои тяжелым трудом заработанные от работодателя деньги за которые работодатель заплатил за эти деньги налог значит налоги 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 государство надо содержать свой репрессивный в любом смысле этого слова в любом смысле этого слова аппарат и поэтому с нас дерут три шкуры любая инвестиция вам кажется что вы свободны на самом деле вы не свободны вы не полноправная свободная и вам не дадут вырваться из этого круга в россии на западе возможно допускаю и то не факт а у нас уж тем более то есть это просто значит вы расстаётесь со своими деньгами самый на мой на мой надежный способ инвестирования я довольствуюсь малым своей жизни очень очень малым значит я рассчитываю что моя дочь через 20 лет получит от меня чемоданчик с инвестиционными монетами это единственное что я продолжаю приобретать хранить под подушкой разными путями стараться быть в курсе хотя бы этих дел но мои инвестиции все буквально никаких там рынка акций тем более никакого форекса никаких микрозаймов жить надо посредством понятно что значит жить хочется сейчас ездить на хорошей машине хочется сейчас иметь жене супруге значит не только стиральную машинку но и посудомоечную машинку хочется и машинку для шитья и хорошую плиту электроплиту и так далее но понятное дело большинство из нас могут это себе позволить брать на это какие-то микрозаймы или какие-то кредиты кредит это слово долговая яма читайте так любой кредит тире это долговая яма могила которую вы сами себе копаете микрокредит это еще бандитская яма значит в черном темном лесу вот на шаг назад отступая скажу что я инвестирую не для себя а только для своей дочери которая через 20-30 лет реально вот такой срок 30 лет получит этот чемоданчик с монетами золотыми серебряными которые не ликвидны практически но тем не менее хотя бы ту сумму я надеюсь которая позволит ей получить какое-никакое образование университетская не школьная очень не взрослый человек еще то есть они 12 лет лет через двадцать может быть уже будучи взрослой буду ли я жив не буду ли я жив то есть я инвестирую не для себя то есть не для там близких родственников а исключительно исключительно для своей дочери надеюсь что через 20 25 30 лет она увидит эти золотые серебряные монеты самая неудачная инвестиция играть на ней нельзя то есть покупать и через месяц продать эти монеты не удастся с каким-то доходом мой порог инвестиций осознанный порог поверьте мне я покупал акции поверьте мне я играл на форексе было интересно считать формулы и так далее применяла различные стратегии там и так далее так далее так далее материальные блага как-то недвижимость и машина тоже самое по определенным причинам не является по сути инвестиций но инвестиция через 30 лет в монеты слитки этого для меня не до 7 не для сейчас не для жить я не через месяц не через год не через 10 дохода с этих всех инвестиций я не увижу моя дочь возможно лет через 20 25 к кому-то периоду уже будучи взрослый получит от меня такой подарок то есть вот такая моя личность такие инвестиции все остальное да и это тоже и монеты эти там слитки омс тем более еще более рискованный инструмент они ведут к тому что вы просто теряете свои кровно заработанные деньги это бандитское государство никогда ни при каких обстоятельствах не даст вам стать богатыми тут или надо воровать как это делают наши управители или же быть очень очень умным человеком уровня профессор и управлять этим всем грамотно жить этим и так далее разбираться в этом работать инженером высококлассным и одновременно заниматься своими какими-то делами инвестициями у вас я уверяю не получится надо быть или надо быть очень очень умным человеком все мы очень умны сами для себя но тем не менее недостаточно для того чтобы обмануть наше государство которое состоит не только от отдельных личностей там людей в банках там инвесторов профессиональных но и государство его подходе в этой политике в целом это бандитское государство никогда не даст быть богатым господа уезжайте если можете из россии куда угодно как угодно болгарию норвегию в америку в европу куда хотите но если вы хотите счастье себе и своим близким и родственникам и детям в россии вы никогда не станете богатыми людьми вам не даст это сделать государство по ряду причин и это не только мое мнение мнение других людей которые с которыми я общаюсь которых слушают читают так далее но ориентируясь на себя то есть в общем то и вот таково мое мнение это спонтанно еще раз повторюсь видео вечером будет видео посвящена психологии как это обычно у нас происходит на канале но вот такая вот ситуация с моими друзьями коллегами почему я не вспомнил потому что посмотрели могут за чаем сидели кушали у них посмотрели вот эту передачу и вот так вот это меня задело на этом все благодарю за внимание и удачи вам вот это я думаю 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 Продолжение следует...